Всем привет, друзья! В этом видео мы поговорим по проблему с экологией в странах третьего мира, а также рассмотрим способы решения этих проблем и как в этом может поспособствовать технология блокчейн. Те зрители, которые смотрят мой канал давно, знают, что я живу в Европе уже довольно длительный промежуток времени, и многие вот даже те туристы, которые приезжают, допустим, или сюда, или даже бывали в каких-то других странах, я много где был, много путешествовал, практически во всех странах Европы побывал, поэтому вот когда я встречал там русских туристов, допустим, либо русскоязычных там, ну неважно, из СНГ в общем, и рядом с ними, допустим, шли их дети. Бывало такое, что я слышал вопрос там, мама, мама, почему здесь так, а у нас не так? Потому что там улицы все чистые были, все выглядело очень цивилизованно, не как, скажем, там в России, на Украине, Белоруссии и так далее. Кстати, вот зрители, которые смотрят из Германии, их 2% у меня, вот, кстати, вы будете свидетелем, поэтому не ленитесь, отпишите комментарии в описании, то есть, допустим, там все дошло до такого, что людей вознаграждают тем, что пластиковые бутылки, либо там любую тару ненужную, которая у них есть, стоят специальные автоматы, и ты туда приносишь, даешь бутылки и получаешь за это деньги. То есть, эти страны, вот, как Германия там, или Швейцария, они не утопают в грязи. И из прихода блокчейна эта проблема будет решаться постепенно во всем мире. Соответственно, в этом выпуске я расскажу вам о таком проекте, называется Asgard. По сути, это благотворительный фонд, который занимается вопросом очищения окружающей среды. Проект получил хорошие отметки уже на таких рейтинговых площадках, как Found ICO, ICO Holder, ICO Bench и другие. Основные цели проекта – это переработка отходов пластика, а также создание механизмов мотивации жителей земли в поисках и устранения экологического какого-то ущерба. То есть, будет смена менталитета, то есть, то, о чем я говорил в самом начале видео, как в Германии, Швейцарии, да и вообще в Европе. Да даже в Сингапуре, если ты выбросил мусор на дорогу, то у тебя штраф будет 5000 долларов. Только здесь будет применена другая методика. Вместо штрафа тебя будут, наоборот, вознаграждать, если ты будешь находить загрязненные участки. Это все будет реализовано благодаря приложению, которое будет установлено на ваш телефон, в которое ты будешь загружать фотографию и геолокацию, скажем, мусорной местности, которую кто-то забыл убрать. То есть, говоря простым языком, увидел в лесу где-то мусор, сфоткал, отправил, получил вознаграждение. Асгард уже проинвестировал компанию, которая занимается разработкой и установкой таких вот замечательных механизмов, которые изолируют ваш двор от мусорного гниющего запаха, который и является причиной многих заболеваний. Одно из главных, я считаю, немаловажных составляющих приложений Асгард – это онлайн-магазин, который больше придется по душе любителям здорового образа жизни, экологических продуктов питания и т.д. В приложении планируются продажи напрямую продуктов или овощей с ближайших ферм, ну а также переработанных чистых материалов, и в обороте всего этого будет задействован токен ISG. Ну и еще также этот токен торгуется на бирже, в паре к эфиру, биткоину и доллару, не USDT, а именно доллару, с общим объемом в совокупности около полумиллиона. Этот токен был залистен на биржу peer-to-peer, B2B, относительно новую биржу. Как я говорил, в парах торгуется к эфиру, биткоину и доллару, и если рассмотреть каждую из пар, например, вот биткоин и ISG, то движение по ней есть, и если рассмотреть данную ситуацию, то мы рисуем поддержку ровную, и если также учитывать факт, что биткоина доминанция составляет около 60%, то в ближайшее время, как и все альты, этот токен может неплохо выстрелить. Но это в паре к биткоину. К доллару примерно та же картина, вот за сегодняшний день вырос токен на 3%. Если мы посмотрим, то в принципе вот эта поддержка вот здесь является предполагаемое дно, и какие объемы, в принципе, здесь вошли. Как мы знаем, что самые большие фонды это пенсионные, благотворительные или там похожие, которые занимаются какими-то проблемами с экологией, поддержкой вымирающих видов растений, животных и так далее. Соответственно, по мере роста этого фонда, цена токена ISG имеет хороший потенциал к росту. Поэтому каждый из вас может присмотреться к этому токену, но учтите, что то, что вы увидели в этом видео, это никак не инвестиционный совет. Я не являюсь сертифицированным брокером или каким-то вашим личным финансовым консультантом. Ответственность за все решения лежит только на вас. Этот видеоролик несет всего лишь просветительную цель. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, не забывайте про розыгрыш, лайки, комментарии внизу.